Всем привет ребят, с вами Алексей24 и у нас первый взгляд на бесплатную раздачу с Epic Games. 24 ноября по 1 декабря можно совершенно бесплатно забрать Star Wars Squadrons в Epic Games Store. В данном видео мы кратко рассмотрим эту бесплатную раздачу, но помни играть или забирать их решать только тебе. Ну что, не буду затягивать. Погнали! Важная информация. Хочу сразу обратить ваше внимание на то, что игра недоступна на аккаунтах Epic Games, зарегистрированных в Российской Федерации. Чтобы забрать игру, вам необходимо включить VPN и сменить страну в аккаунте Эпика на ту, к которой подключились по VPN. Подобного гайда в этом видео не будет, вы легко найдете это все в ютубе. А ссылочку на раздачу вы можете увидеть в описании под видео. Самое очевидное, что можно сделать по Звездным Войнам, это симулятор самих Звездных Войн. Чтобы с X-Викингами, Дартом Вейдером и на те истребители, звездными разрушителями, неоновыми вспышками, разноцветных лазеров и взрывами, которые отлично слышны в космическом вакууме. Мечта фаната ни больше, ни меньше. Удивительно, что разработчики чрезвычайно редко позволяют игрокам вот так вот с удовольствием полетать, пострелять, да и то обычно в каком-нибудь дополнительном режиме, а не в большой самостоятельной сюжетной игре. Действие игры происходит после шестого эпизода фильма «Возрождение джедая». События разворачиваются в тот период, когда имперские силы терпят поражение на Эндере и теряют вторую Звезду Смерти. В игре два главных персонажа. Один несет службу на эскадроне Титан Галактической Империи, а второй в это время находится на Защитнике и помогает повстанцам. Сетевые режимы в игре поддерживают до 10 пользователей. В каждой команде участвуют по 5 человек. Из режимов есть битвы флотилий и воздушные сражения. Также ребята разрешают драться с ботами. Можно полетать на кораблях из оригинальной трилогии «Звездных войн» и «Изгоя-1». Звездолеты делятся на истребителей саппортов, бомбардировщиков и перехватчиков. Боевая техника отличается не только классом и внешним видом. У каждого транспорта свой дизайн кабины. Датчики на панелях в ней отображают реальное состояние корабля. За участие в сражениях и убийство противников юзеры получают опыт. Постепенно они разблокируют новый контент. Тут можно открывать оружие, щиты, апгрейды и косметику для судна или летчика. Разработчики завезли около 50 предметов для кастомизации. Кроме мультиплеера доступна и одиночная кампания. В сюжетной части тоже присутствует возможность поиграть за обе стороны конфликта. Если ты фанат «Звездных войн» и любишь симуляторы, то игра, я думаю, тебе точно придется по вкусу. Какое мнение сложилось у меня об этой игре? Отличить хорошую игру от плохой может только время. Тот, кто судит об игре по красивой коробке, он очень часто ошибается. Тот, кто покупает игры, следуя уговорам рекламы, подвержен разочарованию. Тот, кто доверяет базарным сплетням, проявляет недальновидность. Люди суетятся и расталкивают друг друга локтями в магазинах, торопясь приобрести иной блокбастер. Они кричат и волнуются, как на пожаре, не понимая, что впереди вечность. Мудрый человек, он никуда не спешит. И игры выходят сами по себе, а бесплатные раздачи мы просто всего-навсего забираем себе в коллекцию. Так что, ребята, не стесняемся, смело забираем. Ссылка будет в описании. Вот такой вот был обзор бесплатной раздачи с Epic Game. На моем канале я стараюсь каждую неделю делать обзор на бесплатные раздачи. Еще на моем канале выходят различные прохождения игр. Заходи, будет интересно. Ссылки на плейлист и весь контент будет в описании под видео. Подписывайся на канал, ставь лайк. Мы увидимся в следующем видео. Всем пока! Пока-пока-пока.